добрый день в эфире общественная служба новостей программа интервью онлайн я ведущий федор дружов и сегодня мы общаемся с дмитрием тараном на тему отношений украины и россии приглашение президентов друг другу в их страны и ситуация с черным морем с с оплопотными войсками с тренировками и так далее дмитрий здравствуйте здравствуйте давайте начнем с вот этими перипетиями с приглашениями сначала владимир зеленский приглашал владимира путина встретиться донбассе на территории где идет война я цитирую затем владимир путин пригласил ответ владимир зеленского в москву в любое удобное для него время при этом украине уже звучат от депутатов некоторых рады украины предупреждение что в случае если зеленский откажется от поездки это может стоить ему власти ваш комментарий ну нужно сказать что путин сделал очень серьезный ход который называется повышение ставок зеленский приглашал его на территорию донбасса исходя из гипотетической вернее рабочей версии украинской политической власти что россия сторона конфликта мы помним с вами что некий глава еврокомиссии шевалье приезжал буквально месяц назад с линии на линии разграничения зеленским и заявлял во все услышание на пресс-конференции что россия эта сторона конфликта и вот исходя из этого зеленский приглашает на донбасс россию как сторону конфликта и так далее и так далее на что путин очень спокойно в присутствии хозяина площадки по переговорной в минске говорит если мы собираемся обсуждать двустороннее соглашение это другой разговор а прежде чем обсуждать донбасс так поговорите с вашими гражданами которые живут в донецке и вулканске россия не сторона конфликта и вот это повышение ставок она перевернула всю игру нужно сказать что зеленский у нас человек не свободно он исполняет темнички которые ему англичане и американцы выписывают и по факту разговор вообще перешел совершенно другую плоскость а что такое москва для украины а не будем забывать что до сегодняшнего момента на протяжении всех этих лет украина находится под зонтиком его и про российской федерации украина не демаркировала свои границы и на уровне организации объединенных наций до сих пор является административным округом правоприемника советского союза и получается что приезд в москву политического руководства это приезд к царю для того чтобы договориться о взаимоотношениях ну двусторонние отношения но тем не менее по факту для всего мира украина это часть зоны ответственности российской федерации поэтому я отношусь к этому перевороту или повышению ставок очень положительно и то что некоторые депутаты заявляют что ехать надо даже несмотря на то что леонид кравчук сказал ни в коем случае не в москву какую-нибудь нейтральную страну только не туда кравчук же старый аппаратный лист он понимает все эти распады но тем не менее я считаю что давление на зеленского будет и действительно если он поедет то вся история с украиной может начаться разворачиваться совсем другом смысле если я правильно понял ваш посыл то первоначальное предложение владимира зеленского не принадлежала де-факто ему он был лишь выражение выразителем чужой воли когда делал это предложение но тем не менее в москву приглашают именно его то есть как отдельного субъекта как участника этой политической игры если это так то о чем могут общаться наш президент президент владимир путин и президент украины владимир зеленский в москве о чем вы вестись переговоры смотрите да действительно на протяжении 8 лет до после 22 февраля 14 года украина является де-факто оккупированной страной и там даже над флагом висит американский или висела потом не висел флаг где все все управление осуществляется из посольства соединенных штатов америки в тот момент когда политическое руководство украины приедет в москву начнется естественный процесс переподчинения метрополий то есть украина традиционно как союзная республика как часть российской империи управлялась из нас и украинские элиты мечутся между своим выбором сам факт приезда в москву означает что начинается прямой диалог в котором будет украинским элитам озвучено определенное представление о том что было что будет чем сердце успокоится это очень полезный разговор особенно когда американцы вообще не дают перспектив для развития украинской элите украинскому народу украинской науке промышленности образованию и так далее и так далее то есть украина доходит до определенного порога за которым нужно принимать стратегические как вы считаете посчитает ли владимир зеленский риски потери политического веса и мы понимаем что сейчас в частности украине достаточно большой вес имеют про украинские силы которые считают что подобной поездкой будет поездкой вассала к хозяину неким показателем потери политической воли и потери политического даже суверенитета посчитать ли владимир зеленский это слишком высокой ценой неоправданным риском и придаст забвению это предложение или все-таки посчитает и будет следовать своим собственным словам о мире и о том что нельзя мир приносить на танках и в итоге пойдет на это чтобы встретиться встречаться даже не на территории некого третьего нейтрального государства а именно на территории россии в столице российской федерации ну я за зеленского гадать не буду и предугадывать его решение тоже не буду хочу напомнить что на самом деле все его решения определяются не на банках но не в офисе президента украины а определяются например он же встречался как президент целой страны с главой британской разведки и это освещалось сми представляете себе уровень понижения какая-то спецслужба страновая до президент украины с ней встречается это кстати и было началом ряда тех самых шагов на которые указал президент путин да что украина сделала слишком много действий разрушающих российско-украинские отношения я подозреваю что зеленский исполняет темники которые ему спускают из вашингтона и лондона и решит он приехать не решит я во многом считаю будет зависеть от того как это произойдет наверху над ним ведь на самом деле вся вот это бодание по украинскому треку по украинскому кейсу идет на уровне сша великобритания и россия то есть это идет между англосаксами и российской федерации на протяжении восьми лет американцы и англичане очень хорошо ограбили украину выкачивали оттуда ресурсы и так далее и так далее для них конечно украина это лакомый кусок но может сложиться в глобальном на глобальном уровне ситуация при которой американцам нужно будет отдать украину и тогда конечно зеленский бой давайте поговорим теперь о военной тематике проходят военные учения проходили вернее на территории россии и украины проходят учения проходили опять-таки черноморского флота российской федерации и были заявления в частности наших официальных лиц что это просто учение что это наша территория мы им право и мы имеем право а здесь дело все что посчитаем нужным и это не является какой-то угрозы в отношении европы например есть наоборот заявление и мнение ряда как аналитиков или экспертов о том что это игра бицепсами причем достаточно показная как вы считаете это все-таки определенные жесты и символы и это всего лишь просто учение ну я бы не противопоставлял или или это это и другое то есть россия вполне имеет право проводить учения на своей территории в своих территориальных водах или в свободных а водах да и с другой стороны мы же помним с вами что на протяжении двух месяцев шло серьезное напряжение рост напряжения на юго-востоке украина причем поскольку украина по команде из европы и из запада утверждала что россия это участник конфликта на донбассе что это оккупирована россия территория да то все это обострение помните танки показывали по телевизору выдвигались группировки то есть украина всячески демонстрировала что она готова вступить в силовую акцию на юго-востоке при этом речь шла с гуманитарной точки зрения о том что россия поддерживает русскоязычное население юго-востока люди были лишены очень многих вещей там закрыта экономическая зона люди получили паспорта там находятся граждане российской федерации да и любое обострение это масса гуманитарных последствий для российской федерации чего россия допустить не могла поэтому это прямое указание на то что россия будет внимательно следить за ситуацией и эти учения что такое учение это отработка с боевой слаженности разных подразделений разных родов войск она была показательно проведена ее естественно увидели считали со стороны спутников со стороны наблюдателей все заинтересованные силы и поняли что россия в таком состоянии что с ней лучше сейчас на таком уровне не говорить хочу напомнить что 7 апреля у меня на канале на ютубе вышло интервью известного контрразведчика владимира громова который тогда 7 апреля сказал что войны между россией и украиной не будет вспомним с вами до начала месяца да и весь март шли разговоры будет ли не будет мне звонили люди так что будет война мне звонили люди из николаева из одессы украины и спрашивали будет ли между нами война так вот украины войны не будет напомню что у меня на канале это интервью было опубликовано его перепостил рамблер со пресса другие ресурсы и 11 апреля такое же заявление сделал песков и сейчас происходит что мы обсуждаем не конфликт а мы обсуждаем кто кому и с каким тезисом с какой повесткой поедет обсуждаться вот я думаю что и учение и все дипломатические усилия наверху привели к тому что мы из повестки дня войны мягенько переместились в повестку дня выбора места выбора повестки дня когда владимир зеленский наконец-то после парижского саммита да ну добьется встречи с нашим верховным главнокомандующим скажите пожалуйста но при этом на фоне подобных даже и турбации которые говорите вы о том когда владимир зеленский и добьется ли он все-таки встречи и проведет не встречи между президентами тем не менее мы также понимаем что существует и маневры на ты в частности маневры американских эсминцев которые сначала двигались в сторону черного моря затем свернули значит в порт на кипре что потом происходило не совсем понятно почему это произошло тоже непонятно существует версия о связи между вот этим изменением их курса и звонком или телефонным разговором между президентом россии владимиром путином президентом сша джо байденом как вы считаете говорим ли мы здесь о некой эскалации или наоборот это скорее напоминает вам некое отсутствие понимания в частности например западных наших партнеров о том что в этой ситуации делать казалось бы украина заявила о том что сша подтвердили свою готовность полностью ей помочь случае военного конфликта и при этом подобные скажем так даже не последовательность случае тех же например военных эсминцев пожалуйста здесь нужно посмотреть внимательно в какой ситуации находится соединенные штаты америки которыми сейчас управляет определенная группа возглавляемая джозефом байденом эта группа называется демократическая партия и если вы помните было момент да когда группа журналистов подставила байдена и задала ему провокационный вопрос считаете ли вы путина убийца он на него ответил утвердительно и эта провокация была направлена на то что по ощущениям демократов сейчас под лидера демократической партии впишется все прогрессивное человечество а прогрессивное человечество не вписалась зеленский съездил к макрону и макрон дал ему понять что вписываться за украину никто не собирается и за байдена фактически вписалась чехия с ее высылкой дипломатов болгария с высылкой дипломатов польша ну и некоторые депутаты слуги народа а мы же понимаем что зеленский у нас сейчас креатура британской разведки американцы и получается что кроме вот этих членов вышеградской четверки которые я собственно говоря и создавались и взращивались что такое вышеградская четверка это польша чехия украина болгария румыния а это страны которые взращивались как восточный блок для прямой конфронтации с российской федерацией они начали всю эту тему исполнять весь основной мир а даже не отреагировал потому что все понимают что америка сейчас на издыхание количество внутренних проблем у байдена таково что если сейчас разжечь большую войну с россией да и утопить в этой войне всю европу то байден решить свои внутри политические проблемы а вышеградская четверка это прямая агентура англосаксов и этом многих многие силы в мире не устраивает и поскольку прямой наезд не получился то тогда другая группа демократической партии посоветовала байдену пойти хитрым висим путем напрямую позвонить путину но и говорить на тему давай договариваться этот звонок безусловно напрямую связан с разворотом американских кораблей а конфронтация не получилось не прошла и я думаю что все будет у нас хорошо и высказывание старого контрразведчика владимира громова о том что войны между украина и россии и соответственно европой которая якобы пишется за украину у вас оптимистичная нота я благодарю за нее с нами на связи был дмитрий таран военный журналист и благодарю вас за это интервью спасибо вам и в эфире общественная служба новостей была программа интервью онлайн я ведущий федор уржов до свидания